С акцентом на профилактику, вопрос безопасности и насущные проблемы сотрудников «Славянки» на дне информирования сегодня стали, пожалуй, ключевыми. С их ушвейной фабрики встречу в формате диалога провели силовики, руководство города во главе с Александром Студневым и работники предприятия. Как говорится, на месте, без отрыва от производства. Когда руководители города, служб разного уровня общаются с населением и могут почувствовать, какие все-таки проблемы существуют в нашем обществе и как нужно на них реагировать. Ну и люди тоже, услышав из первых уст, на чем нужно сегодня сосредоточиться, они воспринимают это очень положительно. Одна из первых и актуальных новостей для горожан и жителей Бобруйского района – предстоящий запрет на посещение зеленого богатства страны. Стоит отметить, нарушение может обойтись в копеечку. Штраф достигает 25 базовых величин. Сегодня было принято решение о запрете посещения леса в резис, установившемся четвертым классом пожарной опасности в лесу. Поэтому буквально сегодня-завтра выйдет, наверное, через средства массовой информации, вот это решение Бобруйского райисполкома о запрете посещения леса. Не менее важная тема – пожары. С начала года в Могилевской области их почти 400. Огонь унес жизни 38 человек. На Бобруйск приходится 69 чупе и 4 жертвы. С приходом жаркой погоды остро стал вопрос отдыха у воды. Ведь горожане зачастую игнорируют правила безопасности и купаются в запрещенных местах. Специалисты на конкретных и нашумевших примерах донесли до сотрудников швейной фабрики, чтобы те не оставляли свои чада без присмотра. Ну, много было познавательного всего. У меня тоже сын подросток, ему 19 лет. Ну, как бы, ну, приду ему что-то, что-то даже объясню, как бы, то, что вот, как бы, где купаться, что нельзя вот в неположенных местах. Ну, я считаю, что это все надо приходить, как бы, потому что мы это не читаем. Нам, если честно сказать, нам, ну, как бы, приходим с работы, нам некогда. По традиции, дни информирования заканчиваются в формате ТЭТ-АТЭТ, где работники предприятий напрямую обращаются к руководителям служб со своими проблемами. Эта встреча не стала исключением. Все вопросы бобручан взяты на контроль. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok